Здравствуйте, уважаемые зрители! На ваши вопросы сегодня вновь ответит митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка! Добрый день! 8 ноября Православная Церковь чтит память великомученика Дмитрия Солонского. Этот день еще называют Дмитриевым. Владыка, что мы знаем вообще об этом святом, его история какая? Займа достаточно много. Это один из древних святых. Он родился в Солонике, в Греции в середине третьего столетия. Был воиноначальником, воспитывался в христианской вере. И после смерти отца стал проконсулом в Фессалониках. Пострадал и принял мученическую кончину в 306 году в царствовании императора Яклетиана. Ну вот, собственно говоря, это путь, который прошло достаточно много древних святых, которые несли свои обычные гражданские обязанности, но при этом были христианами. И когда императорская власть начинала преследовать христиан, поскольку до Миланского эдикта христианство было гонимой, преследуемой религией в Римской империи, они так или иначе исповедовали свою веру перед лицом гонителей. И после многочисленных пыток, тюремных заключений были публично казнены, как и святой великомученик Дмитрий. Владыка, а почему так почитают на Руси, в России Дмитрия Солонского? Ну, это тоже древнее почитание, но очень быстро пришло на Русь. Я думаю, что связано это с именем Дмитрия Донского, Московского князя. Под этим руководством русские войска победили полчища Мамая. С тех пор имя Дмитрия Донского было окружено таким очень большим почитанием на Руси. Мы знаем, что и он, и Куликовская битва связаны с именем преподобного Сергия Радонежского. И мы знаем также о том, что в памяти Дмитрия Солонского предшествует так называемая Дмитриевская родительская суббота, когда поминаются все воины, погибшие при защите Отечества и православной веры. Первая такая суббота, первая такая воспоминальная служба Вселенской панихиды по погибшим воинам была отслужена самим преподобным Сергием в присутствии Дмитрия Донского в Троице-Сергиевом монастыре. И с тех пор до сегодняшнего дня это такой очень почитаемый на Руси день. И вот он связан с именем Дмитрия Донского, чьим небесным покровителем был Дмитрий Солонский. – Сохранились ли мощи святого Дмитрия Солонского и где они сейчас? – Если вы будете в Фессалониках, ну или в Солоне по-старинному, то там замечательная огромная базилика в центре города, древняя базилика, в которой хранятся его мощи. Эта базилика полна народа всегда, каждый день, и множество людей и со всей Греции, и со всего мира приходят для того, чтобы поклониться его мощам. – А в России есть где-нибудь частицы? – Во многих местах есть частицы мощей, еще это было и до революции, это и в наше время. Вот во многих храмах, монастырях есть, ну, крохотные, конечно, как это обычно принято, крохотные частицы мощей святого великомученика Дмитрия Солонского. – Спасибо, Владыка, до свидания. До свидания, уважаемые зрители. – 29 октября, в день памяти мученика Лонгина Сотника, митрополит Симбирский и Новоспасский Лонгин отметил день своего тезаименицства. В этот день Владыка Лонгин совершил божественную литургию в Кафедральном Спасо-Вознесенском соборе вместе с епископом Барышским и Индинским Филаретом, епископом Великесским и Чердоклинским Деодором, епископом Сердобским и Спасским Митрофаном. Святой мученик Лонгин родился в Каппадокии. Он стоял на страже у креста Господня и его гроба и был свидетелем страданий, смерти и воскресения Спасителя, а также чудес их сопровождавших. – Лонгин Сотник непосредственно был тот человек, чье копье пронзило ребра Спасителя, из которых истекли кровь и вода, и которые попали на глаза Лонгина Сотника и исцелили его. И Лонгин Сотник, видя после смерти Христа землетрясение, солнечное затмение, он исповедовал от своего сердца, от глубины сердца Христа, как Сына Божия. Также Лонгин Сотник – это был тот, кто охранял гроб Христа и видел его славное воскресение. По завершении богослужения, после соборной молитвы мученику Лонгину Сотнику, архипастори поздравили Владыку Лонгина с Днем Тезименинства. Много благополучия, благополучия, здоровья, а по чиселу благости Господа от Господа, спасителя нашего и молитвы, святого и учительного и благополучия. А я хочу сегодня вам пожелать крепкого здоровья, вечного спасения, хороших и добрых помощников на Снегинской земле, чтобы вас, конечно же, любили, и благодать Божия пребывала с вами многое благополучие. Милостивый Господи, по молитвам Твоего святого угодника, благослови всяким благом слугу Твоего верного, господина нашего митрополита Лонгина. Митрополит Лонгин тепло поблагодарил за добрые слова всех тех, кто пришел его поздравить с Днем Тезименинства. Я услышал сегодня много добрых слов в мой адрес. Они, конечно же, преждевременные и чрезмерные, но я все равно благодарю вас за добрые намерения, добрые отношения, и хотел бы засвидетельствовать перед всеми, что не имею других целей в жизни, кроме как служения Господу нашему Иисусу Христу и Его Святой Церкви. В этот день поздравить управляющего епархии пришли депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Сергей Морозов, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, депутат Государственной Думы Владислав Третьяк, представители образовательных учреждений и общественных организаций. Архипастеры также поздравили матушки-ягумени и сестры монастырей Симбирской и Саратовской епархии, прихожане храмов города Ульяновска. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. В 30-е годы прошлого столетия территория около Ульяновского моторного завода в конце улицы Кирова за мостом через железную дорогу стала местом захоронения более тысячи человек. Среди них причислены к лику святых священномученик Александр Телемаков, преподобномученица Екатерина Декалина, а также другие священнослужители и монашествующие Симбирска. 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, на месте массовых захоронений репрессированных была отслужена панихида. Ее совершили председатель церковно-исторического отдела иерей Алексий Шалахов и протеерей Владимир Дмитриев, автор книги «Тайные некрополи Симбирска», которая содержит информацию о местах массового захоронения репрессированных в Ульяновске. Мы уже пять лет предпринимаем усилия, для того, чтобы это место как-то было выделено как объект культурного наследия, для того, чтобы городские власти обратили внимание на это место, и был установлен здесь какой-то памятный знак. Различные варианты прорабатывались того, что здесь установить. Почтить память убиенных священнослужителей пришли жители города. Прихожане храмов, краеведы, а также православная молодежь. Каждый из пришедших на панихиду поминал имена священнослужителей и мирян по синодикам с известными именами убиенных. Некоторые из этих людей доподлинно знают, что здесь захоронены их родственники. Это два родных брата моей бабушки, выпускники Симбирского кадетского корпуса, Александр Николаевич Валевский, Петр Николаевич Валевский, их двоюродный брат Вениамин Валевский, были арестованы в декабре 1937 года, а в январе 1938 года уже расстреляны где-то в подвалах НКВД. И, скорее всего, их трупы были захоронены вот в этих братских могилах, которые были тогда вырты на тогдашней свалке. В Ульяновске на улице Железной дивизии находится памятник жертвам политических репрессий. Он был установлен 30 октября 2005 года недалеко от бывшего дома купца Сачкова, где в 1930-е годы располагался городской отдел НКВД. Монумент в виде тюремной стены напоминает, что в период с 1917 по 1950-е годы в Ульяновской области по политическим мотивам было репрессировано свыше 22 тысяч человек. Две тысячи из них было расстреляно. Бывший особняк Сачкова также известен как предполагаемое место, где содержались и были расстреляны многие репрессированные. 4 августа 1937 года начальник Ульяновского городдела НКВД капитан госбезопасности Коробицын получил предписание немедленно приспособить подвальные помещения в здании НКВД, пригодные по спецкамеру для выполнения приговоров о расстреле. В 20 веке это здание еще не раз меняло свое назначение, и в 1992 году было передано Ульяновской епархии. Сегодня здесь располагается резиденция правящего архиерея. 18 ноября 2020 года митрополит Симбирский и новоспасский Лонгин осветил в ней домовый храм во имя новомучеников и исповедников Церкви Русской. И теперь здесь регулярно совершаются богослужения в память о всех тех, кто пострадал в годы гонений. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская митрополия. Сегодня в классах воскресной школы при храме в честь святого пророка Божия Иоанна Предтечи города Ульяновска шумно, весело и многолюдно. Однако это не встреча учащихся воскресной школы. Здесь работает самая настоящая театральная студия «Элмер». Она не совсем обычная, поскольку в этой студии актерскому мастерству обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Театральная студия – одно из направлений деятельности православно-инклюзивного центра «Солнечный круг», который начал работу при поддержке ипархиального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Его основная миссия заключается в том, чтобы помочь детям с ограниченными возможностями здоровья раскрыть свой потенциал и наладить общение с другими детьми. На базе нашего инклюзивного центра мы организовали театральную студию инклюзивную, которая называется «Элмер». И сегодня у нас будет уже проходить первая репетиция спектакля «Репка». Мы готовимся к конкурсу всероссийскому, который будет проходить в конце октября. Этот театр инклюзивный. Мы здесь соединяем детей нормотипичных и детей с ограниченными возможностями здоровья. Они вместе учатся дружить, вместе учатся взаимодействовать между собой. Мы и развиваем актерские навыки, и какое-то творчество. Стараемся развить потенциал каждого ребенка в силу его возможностей. Работа театральной студии пришлась по душе как детям, так и их родителям. Мы посещаем этот центр с удовольствием. Что нас привлекает, то, что здесь инклюзива, и то, что нам дает общаться, учит нас общаться, дружить, работать вместе, вместе заниматься, быть в социуме. Учит нас правильно разговаривать, правильно себя вести. И театральная студия для моего ребенка – это большое подспорье. С детьми в театральной студии проводят занятия не только профессиональные педагоги, но и добровольцы, которым также важно, чтобы дети в инклюзивном центре чувствовали себя комфортно. Я помогаю им, вместе играем. Тут все дети очень дружелюбные. Важно для меня, потому что я хочу, чтобы дети с особенностями чувствовали себя увереннее. Второе направление деятельности православно-инклюзивного центра – это работа мультипликационной студии «Хочу и буду». В литературном музее «Дом языковых» дети с ограниченными возможностями здоровья учатся создавать самые настоящие мультфильмы и рисунки из песка. Все занятия проводят сотрудники музея. Это такое место, где дети развиваются, где они играют, и не только играют. Мы здесь и работаем с тканью, с пластилином, всевозможные рисуем, карандашами, фломастерами, фантазируем. И таким образом они развивают свой кругозор, свой мир, делают его еще больше. Ну и создают мультфильм, который потом приятно будет посмотреть каждому. В планах сотрудников центра «Солнечный круг» – развитие этих, а также новых направлений деятельности. Чтобы помочь детям с ограниченными возможностями здоровья реализовывать свои таланты и адаптироваться в обществе. Сотрудники центра приглашают неравнодушных людей с большим сердцем попробовать себя в качестве волонтеров. Для этого нужно обратиться к директору православно-инклюзивного центра «Солнечный круг» или оставить заявку в сообществе центра в социальных сетях. Сергей Николаев, Владислав Фролов, Симбирская метрополия. Субтитры создавал DimaTorzok